Украина выказывает беспокойство по поводу скорой вероятной реализации проекта «Северный поток-2», который может поставить крест на газовом транзите из России через эту страну. Берлин, напротив, в целом поддерживает СП-2 и пытается уговорить Киев согласиться на российский трубопровод, суля украинцам ряд бонусов. По мнению экспертов Handelsblatt, «Северный поток-2» может открыть для Украины массу возможностей, чтобы задобрить украинские элиты в преддверии окончания строительства СП-2, Ангела Меркель призывает германский бизнес активнее вкладываться в Украину. Обосновывается это несколькими основными причинами. Во-первых, Украине нужна сильная экономика для ее противостояния с Россией, которая оккупировала в 2014 году Крым и продолжает оказывать помощь ополчению Донецка и Луганска. Европейские инвестиции также помогут переоборудовать имеющиеся в распоряжении Украины транзитный трубопровод для транспортировки водорода. Ожидается, что страна в будущем сможет поставлять порядка 7,5 гигаватт экологически чистого водорода в Евросоюз, что составляет почти 20% объема этого газа, который будут производить до 2030 года страны ЕС 40 гигаватт. Таким образом, Украина поможет Евросоюзу получить к 2050 году нейтральный климатический статус. Инвестиции Германии и других стран могут, в частности, пойти на реализацию первого пилотного водородного проекта по электролизу с участием компании Siemens Energy и украинского концерна TEC. Кроме того, на Украину могут прийти дочерние компании по производству автомобильных запчастей, которые до этого находились только в Азии. Для того, чтобы успешно реализовать Северный поток-2 и не подвергаться санкциям со стороны США, ФРГ предлагает заокеанским партнерам оказать масштабную экономическую помощь Украине в случае ее согласия на газовый проект по дну Балтийского моря. Таким образом, экономическая судьба Украины может быть увязана с будущим российского трубопровода. Бюджету Украины срочно нужны деньги для реализации производственного и экспортного потенциала, реконструкции автомобильных и железнодорожных дорог и других инфраструктурных проектов. И эти деньги Киев может получить от Европы.